Здравствуйте! Вот вы знаете, страна наша производит на продажу за рубежом всякое углеводородное сырье. Нефть, газ. И те страны, которым этого сырья не хватает, они его покупают. Ну, такое вот наше место. Есть страны, которые обладают большими запасами рабочих рук. Они производят в больших количествах товары, которые этими руками произведены. И поставляют их на экспорт по всему свету. Вы узнаете, вот Китай, Таиланд, вот такие вот страны. Корея южная. Много что у нас есть в странах, где дешевые рабочие руки, дешевые рабочие силы. А вот что Америка, например, производит, что нам Запад может произвести? Ну, вообще, если говорить про Запад, пожалуй, я неудачно поставил вопрос. Германия, например, тоже работает на экспорт. Очень много производит товаров с большой добавленной стоимостью, сложных, высокотехнологичных товаров. Почти как Китай, только вот уровень другой производства. А вот Америка, что нам производит? Да, действительно, товарообмен с Америкой у нас очень маленький. Вообще, вот не было бы ее, и наша внешняя торговля вроде как не изменилась бы. А что же действительно они производят? Ведь, знаете, все надо производить качественно. Вот, в принципе, говоря, китайский товар, он тоже достаточно высоким качеством обладает, правда? Ну, удовлетворяет он нас. Соотношение цена-качество нас вполне устраивает. Китайская цена, ну, качество, ну, работает же, да? Ну, наши мобильники работают, а где они сделаны? В Китае. А компьютеры наши считают. А где они сделаны? В Китае. Я не знаю, где сделана та видеокамера, которая меня сейчас снимает. Ну, да, может быть, она сделана и в Китае. Кто ее знает? Снимает же, да? Куда она денется? Снимает. А что же еще качественное нужно от жизни? А еще от жизни нужны качественные деньги. Что значит качественные деньги? На хорошей бумаге напечатаны? Нет. Качественные деньги могут быть и безналичными деньгами. И даже лучше всего, если они безналичные деньги. Качественные деньги – это деньги, подверженные наименьшей инфляции. Вот рубль наш, например, он страдает от инфляции. Вы это уже заметили сами, ну, вот, скажем так, на себе почувствовали, да? А отличается рубль тем, что наш, что, попадая на рынок, а на рынок он попадает, производит этот рубль, наш центральный банк, он его имитирует, это называется эмиссия рублей. Он его имитирует и раздает банкам в долг. Ставка рефинансирования называется. Он не может дать его по низкой ставке, даст он его по низкой ставке, вроде хорошо, да? Вот, замечательно, заводу, например, взять дешевый кредит, на этот кредит накупить оборудование, выпускать, выпускать, выпускать продукцию, да? Вот из этой самой нефти или из этого самого газа, что мы продаем за рубеж, да? С большой добавленной стоимостью продукции. Это же здорово, это же прогресс, это инновации. Ну, в общем, много чего хорошего другого, но деньги обесцениваются, да? И проще всего будет не производство устраивать, а купить на эти деньги слабо обесценивающийся доллар и ждать, пока он в рублях подорожает, да? Это потом продать часть долларов, да? И рассчитаться вырученными рублями, уже подешевевшими, за взятый кредит. Поэтому, чтобы вот так вот неповадно было валютным спекулянтам, неповадно было использовать для валютных спекуляций рубль, вот по нему большая учетная ставка. Он некачественный в этом отношении. Как инвестиционный инструмент, рубль уступает тем валютам, у которых низкая инфляция, в частности доллару он уступает. Поэтому хорошо взять взаймы в долларах, по ним ставка небольшая. Ну, потому что возьмешь ты доллар по большой ставке, а зачем? Потому что он же не обесценивается так быстро. Куда ты его вложишь, что купишь на него, что может еще сильнее подорожать, чем он? Особенно ты ничего не купишь. Если только угадаешь, что вдруг возникнет к чему-то интересное, а вдруг вот к чему-то вдруг все начнут что-то потреблять такое, да? Я не знаю, что там вдруг потребуется. Ну, если ты угадал, молодец, значит, ты просто создал новую потребность, может, новое производство разработал, да? Ну, слава богу. Вот и бери, и развивайся. То есть, это промышленное вложение. Вот для чего нужен в мире доллар. Потому что это стабильная валюта. А без стабильной валюты бизнесом не займешься настоящим. Удачи вам, всех благ.